Школу здоровья на предприятиях и в организациях уже третий год ведут врачи-специалисты Щелковской городской больницы. В начале этого проекта Виктория Юрьевна собирает пожелания наших слушателей, о чем они хотели бы услышать, что их волнует, что им интересно. Потом мы подбираем соответствующие материалы, методические материалы для них готовим, готовим эту лекцию и обсуждаем здесь, на нашей школе здоровья. На этот раз в библиотеке семейного чтения людей старшего возраста познакомили с темой «Минеральный запас и значение микроэлементов в обмене веществ человека». Что касается минерального обмена, то опять же возвращаемся к проблеме рационального питания. Разнообразное питание не даст возможности сформироваться какому-то дефициту. Чем большее количество разнообразных продуктов мы используем, тем меньше рисков формирования недостаточности. В школе здоровья слушателям рассказали, что минеральные микроэлементы присутствуют в костной ткани и зубной эмали, являются одной из составляющих гемоглобина, помогают в работе пищеварительной системы. Недостаток одного единственного химического элемента может пагубно сказаться на здоровье. В правильном питании должны присутствовать не только белки, жиры и углеводы, не только разного рода витамины, но и целый набор полезных минеральных веществ. И при этом профицит витаминов и минералов также вреден, как и их недостаток. Пить витаминно-минеральные комплексы на всякий случай – большая ошибка. Употребление избыточного количества микроэлементов может также привести к серьезным проблемам со здоровьем. Организм возьмет все, что ему надо, и если ему предложить выбор, он сам себе наберет витаминов, минералов, белков и углеводов. Углеводов, правда, в первую очередь наберет себе, потому что это самое легкое для производства энергии, самое легкое вещество. И поэтому организм в первую очередь набирает себе углеводов, чего надо избегать. Андрей Цихадович, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.